Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. Играем мы сегодня со стами от подписчиков, но по традиции вначале прокачаем героя. И первым написал и попросил, чтобы прокачал я героя, это подписчик с ником Темный Рыцарь. Он попросил, чтобы я прокачал кроликов. Вот так прикольно, забавно они выглядят, когда нажать делает трюк. Относительно прокачки, первая способность уже на максимуме, вторую и третью не могу прокачать, не хватает платиновых клиентов, а вот четвертую и пятую без проблем. Итак, пятая способность. Робокроличья ракетомощь. Это когда кролики трансформируются в огромного робота, нам удается прокачать эту способность до пятой ступени. Кроме того, давайте-ка прокачаем пассивку День Злого Кролика. Вот, отлично. И мы еще можем усилить пассивку, что я и делаю. Супер! Ну вот, друзья, итак, хватает еще ингредиентов, чтобы прокачать робокроличью ракетомощь. И мы ее тоже поднимаем до шестой ступени. Супер! Ну что ж, друзья, на этом закончились ингредиенты. Не хватает прокачать еще пассивку. Возможно, сделаем в следующем уровне, в следующем видео. Ну а сейчас, друзья, составы от подписчиков. И первым написал и оставил свой состав подписчик с ником Назар Дурман. Он попросил, чтобы я взял Сплинтера, Усаги, Ваню Стиранка, итак, Усаги Зимба, Иван Стиранка, отлично, Антон Зек и Донни Ведения. Итак, Зек, ты нам нужен, отлично. И осталось только добавить Донни Ведения, и мы можем без проблем пойти в первую битву. Итак, первый состав от подписчика с ником Назар Дурман. Отлично. Итак, первым делом, друзья, нам надо выбивать Хиллера. Того, кто подлечивает, усиливает отряд. И Зек метает свой шлем Бумеранг в Рафа классического. Раф выживает, но нам не стоит недооценивать противника. Давайте-ка, благодаря особой технике Усаги и Зимба, прокачаем дополнительную защиту. Плюс у нас прокачается контратака. Как видите, появились зеленые квадратики. Это положительные бафы. Это положительные эффекты. Называются бафами. Вот враг атакует. Упала на Зека и Сплинтера негативный эффект. Уменьшение скорости в виде красненьких квадратиков. Ну, а мы еще усиливаем наш отряд благодаря медитации Сплинтера. Супер. Ну вот, пытаются враги что-то сделать, контратаковать. Ох, как здорово отвечает Стиранка. И да, пришла очередь Стиранка, и он достает свой любимый пулемет и наносит колоссальный урон. Ох, ничего себе, снимает, уничтожает большую часть врагов. До неведения тем временем рубит фигурку Тигриного Когня, еще дополнительно усиливая наш отряд. Ой-ой-ой, итак, вражеский раф приходит в ярость, метает слова бумеранги, довольно-таки серьезно царапает наш отряд, но точку ставит Усаги Зимба, контратакой двивая рафа оригинального. Итак, друзья, победа, отличнейший бой, отличнейший результат, и мы идем с вами дальше. Итак, друзья, движемся с вами выше по турнирной лестнице. Попадаем на 32 место и берем следующую команду от наших подписчиков. Это состав от подписчика Серый Волк. Он попросил, чтобы я взял состав черепашек из фильма и Сплинтера. Что ж, замечательно. Итак, ищем Сплинтера. Вот он, удалось его воскресить при помощи билетика. А теперь ищем черепашек из фильма. Итак, мне нужны черепашки из фильма Раф, Микеланджело, отлично. Кроме того, нужен Лео и Донни, есть. Осталось только найти Донни и спокойненько пойдем с вами в бой. Отлично, супер. Итак, черепашки из фильма сформированы и Сплинтер идут в атаку. Играем против игрока с девушкой и сейчас посмотрим, что из этого получится. Да, первым делом, конечно же, я буду стараться справиться со Шреддером. Микеланджело ударом ноги наносит хороший урон, снимает половину жизни. И вот сейчас я уже подключаю Сплинтера с особой атакой. Удар тайной катаной. И что же? И Шреддер уничтожен. Супер. Вот, отлично. Далее выбиваем Криса Брэдфорда. Пока он не усилил защиту вражеского отряда. Итак, с одного удара Леоэта не удалось. То есть, возможно, Раф метнулся и выбит этого врага. Есть. Крис Брэдфорд уничтожен. И мы уже подключаем Донни из фильма. Удар электрическим Боб. Поджаривает вражеского Рафа оригинального. Тот выживает. И да, вражеский Сплинтер атакует тайной катаной. Ох, досталось нашему Рафу из фильма. Вот, что-то пытается сделать Раф оригинально. Ага, удар из-под земли. Опять же, что интересно, Раф атакует Рафа. Ну, а я тем временем могу подлечить наш отряд. Вот, Митти из фильма призывает кучу пиц. Восстанавливай и усиливай наш отряд. А Сплинтер наносит удар по уязвимым точкам. Итак, выбивает оригинально Рафа. А дальше мы уже подключаем Рафа из фильма. Метнув в холодильник, он его подрывает, нанося колоссальный урон врагам. Ну, тем не менее, враг выживает. Пытается контратаковать, но на сей раз уже подключается и Донни. Вот, при помощи дрона он накрывает врагов ядовитым облаком. Хотя я рассчитывал на большее. Вот, враг выживает. Сплинтер еще медитирует на шесте. Но я не думаю, что это ему поможет. Итак, еще одна массовая атака. На сей раз Лео из фильма рубит катанами. Выбивает всех врагов. И мы празднуем победу. Супер. Ну что ж, идеальная победа. Отличнейший бой. И мы идем с вами дальше. Да, друзья, мы прорываемся на 28 место. Сегодня я хотел бы с вами дойти до Лиги Мастеров. Где играют самые сильные бойцы до 3. Это максимальная лига. И мы берем следующую команду от наших подписчиков. Итак, Юля Милк попросила, чтобы я взял сплинтера. Давайте-ка возьму стиранка. Вот эту игру их сегодня вначале играли. Но пока так. Кролики, маусеры. Да, друзья, отлично. Вот, как раз мы сегодня их прокачали. И сейчас мы потестируем сражение. И Шреддер классический. Ну, просто супер. Итак, очень-очень здорово. Люблю, когда подписчики заказывают тех героев, которые могут сражаться. Всего 4 героя заказала подписчица. Но они достаточно крутые. Поэтому, я, друзья, не думаю, что у нас будут проблемы. Итак, первым делом давайте-ка я усилю наш отряд. Благодаря медитации Шреддера классической у нас появляется целая куча положительных эффектов. Баффом. И вот теперь Кролики трансформируются в огромное колесо. И пытаются выбить Донни Ролевика. Нельзя позволять ему прокачать топ-защиту. Да, вот удалось. Удалось первого удара уничтожить Кроликов. Дальше уже Шреддер, спринтер, прошу прощения, медитирует на 6. Еще более усиливая наш состав. Враги пытаются отбиться. И пришло время стиранка. И на сей раз давайте-ка я выстрелю из гранатомета. Выстрел. Масса, атака, взрыв. Большую часть здоровья удалось снять. Тем не менее, враг выживает. Пытается контратаковать. Ага. Вот тычком спринтер выбивает очередного врага контратакой. Вражеский митивидение прокачивает точность. Теперь враги будут более сильнее кусаться. Ох, ничего себе. На каждую вражескую атаку наш спринтер отвечает контратакой. Ну, а наш пока Шреддер классический объединяет свой меч в одно. Вот особый меч называется Алибарда. Метает, нанося колоссальный урон и выбивает Микки Ролевика. Супер. Итак, друзья. Пришло время кроликов. И я тестирую тот удар, который мы сегодня прокачали. Робок кроличья ракета мощь. Кролики трансформируются в огромного робота-трансформера. Наносят сокрушительный удар, сметая все на своем пути. Что ж, это было круто и здорово. Враг повержен, а мы празднуем идеальную победу. Супер. Ну вот, друзья. Итак, добрались мы до 20-го места. И берем следующую команду от наших подписчиков. Вот, кстати, давайте-ка выберу врага посильнее, чтобы это было поинтереснее. Итак, следующий состав от подписчиков Ford of Ford. Он попросил, чтобы я взял Лео, Карай, Дони, Эйприл и Шинигами. И передал привет. Большущий черепаший, привет тебе, дружище. Ну а сейчас давайте-ка соберем этот состав. Итак, Карай. Отлично. Лео. Вот дальше. Дони. Ну пока Дони я не вижу. Возможно пропустил. Итак, давайте-ка еще в начале. Вот Дони. Отлично. Еще Эйприл и Шинигами. Три девочки и два мальчика. Будет у нас интересный состав сейчас. Вот не писал подписчик, какая именно Эйприл. Поэтому беру по умолчанию Эйприл из мультика. Хотя, возможно, это была Эйприл Кунаичи. Тем не менее, Шинигами найдено. И мы идем вот таким вот интересным составом в очередную битву. Итак, посмотрим, что из этого получится. Да, вот Биба по кроликам я буду выбивать в первую очередь. Поэтому Карай наносит очень сильный удар копьем. Наносит довольно-таки серьезный удар. Правда, урон минимальный, но ей удалось зато нанести дебаф. Видите, красный квадратик. Это означает, что урон повышен и будет постепенно падать здоровье Биба по кролика. Вот, надеюсь еще, что демон, которого призовет с Синигами, нанесет более серьезный урон. Итак, демон из японской нам мифологии. Как видите, враг становится все сильнее. Но от удара Лео, я уверен, он уже точно не спасется. Есть. Лео вырубает Биба по кролика. И дальше мне нужно выбивать либо Рафа, либо Вигения, либо Стиранка. У Рафа красный треугольник, поэтому давайте-ка попробуем справиться со Стиранком. И Эйприл атакует при помощи телекинеза. Мозговой урон. Отлично удалось навесить цепи на Стиранка, но это пока все. Возможно, давайте-ка я попробую все-таки добивать и Рафа Вигения. Для этого Донни метает бомбу, нанося очень неплохой урон. Но, как видите, враг выживает. И Биба классический, въест попкорн и прокачивает иммунитет для своего отряда. Вот, подлечивает еще Рафа Вигения и тот контратакует. Ох, как досталось Каррай. Вот, снимает часть жизни Стиранка, бьет Кастетом. Ну, хорошо, что не атакует при помощи пулемета, либо гранатомета. Ну, а я пытаюсь все-таки добить вот Рафа Вигения. Ядовитый дыхание Каррай. Снимает еще часть жизни, но опять же Раф выживает. Ненадолго. Синегами, обратившись в стаи летучих мышей, наносит довольно-таки серьезный урон и выбивает Рафа Вигения. Супер. Ну, а вот пришло и время Лео. Тот медитирует, подлечивает и усиливает наш отряд. Здорово. И нужно добивать врагов. Поэтому Эйприл метает свой веер. Снимает еще часть жизни Стиранка. Но это пока все. Враги не сдаются. Раф. Это, прошу прощения, это Микеланджело. Он прокачал иммунитет. Ну, а я пока могу усилить наш отряд, прокачав дополнительную защиту благодаря особым устройствам Дони из мультика. Так, очень непростой бой. Враг силен, но пришло время, который... Каррай, который метает Кунаи. Снимает еще часть жизни у вражеского отряда. Стиранка. Ух, ничего. Выстрелил из гранатомета. Но, надеюсь, точку поставит Лео особым ударом стальной торнадо. Супер. Выбил сразу же одним ударом двоих врагов. Но, Эйприл пока звонит, еще усиливает, подлечивает наш отряд. А точку ставит Дони, просто забросав врага с сюрикенами. Супер. Ну что ж, отличнейший бой, отличнейшая победа. И мы идем с вами дальше. Итак, давайте посмотрим, куда мы попадем. И с 20-го места мы попадаем на 12-е. А следующий состав от подписчика с необычным ником Поцекпок. Он попросил, чтобы я взял... Да, вот, кстати, давайте-ка, друзья, я выберу врага посильнее. Смотрю, кого бы взять. То ли Шредера, то ли... То ли вот другой состав. Ну, давайте-ка, друзья, вот возьмем этот первый состав. Самый. Итак, Поцекпок попросил, чтобы я взял Микки Рафаэля, Дони, Шредера и Сплинтера. Не уточнял, какой Микки, поэтому, друзья, беру Микки из мультика. Микки. Раф. Восстанавливает Дони. И давайте-ка еще возьмем Сплинтера, придется восстановить. И Шредера тоже. Нет, Шредер сегодня еще не участвовал. По крайней мере, Шредер из мультика, насколько я помню. Да. Вот, супер. Ну что ж, замечательно. Итак, друзья, вперед в бой. Давайте-ка сразимся и посмотрим, насколько будет хороша эта команда и как она себя покажет. И первым делом Микки Ланджело из мультика прокачивает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. Вот, просто супер. И нам нужно выбивать вражеского хилера. Им является Микки из фильма, поэтому Шредер наносит очень мощный удар прыжком с воздуха. Отлично. Ничего себе. С первого удара выбивает противника. Ну, это просто супер. Вот, дальше давайте-ка еще усилим наш отряд при помощи медитации сплинтера. Вот, и будем попытаться вот понемножку выбивать врагу. Ага, Микки Ролевик пытается отомстить. Забрасывает наш отряд водными шариками. Раф за это ему встит. И сплинтер добивает. Вот, просто супер. Кроме того, благодаря ярости Рафа я могу прокачать дополнительную атаку. Вот так прикольно горят глаза. И Донни еще прокачивает дополнительную защиту. И да, посмотрите, друзья, сколько у нас положительных эффектов бафов. Просто, просто супер. Вот, пытается что-то сделать классический Лео, но Лео из мультика наш мстит. Контратака снимает большую часть жизни. Пытается что-то сделать Донни. Да, и вот стиранка идет в атаку, но я не думаю, что это им поможет. Вот, так как Микки поедает пиццу с кетчупом, тем самым восстанавливает здоровье для себя и своего отряда. Вот, просто, просто супер. Ну и, возможно, друзья, добивающий удар. Вот, делает Шреддер, призва вниз, да и сам идет в атаку, нанося колоссальный урон и сметая всех оставшихся врагов. Просто супер. Ну что ж, хороший бой, хорошая битва, и мы идем с вами дальше. Продвигаемся по турнирной лестнице. И да, друзья, мы прорываемся в Лигу Мастеров на третью звездочку, где играют самые сильные бойцы. Ну а следующая команда от подписчика с ником Леонид Кривощокол. Попросил Леонид, чтобы я взял состав Донни Ведения. Итак, без проблем, дружище. Давай-ка возьму, только смотрю, кого бы из врагов взять. Давай-ка я возьму вот состав посильнее, самый первый. Итак, мне нужен Донни Ведения. Придется его восстановить. Железная голова. Кто помнит по мультику этот робот, которого сложил Донни. Итак, железная голова. Вот он. Супер. Рафаэль Космос, Карай и Супер Шреддер. Отлично. Карай. Опять же, вот беру обычную Карай. Возможно, это была Карай Змея, но раз Карай, то это будет просто Карай. Отлично. Итак, мне нужен Раф Космос. Внимательно давайте-ка поищем. И Супер Шреддер. Вот Микки увидел, а вот и Раф Космический. Супер. Супер, кстати, супер сказал и Супер Шреддер. Вот. Замечательно. Итак, Леонид Кривощоков и его состав. Посмотрим, насколько хороша будет эта команда. И в первом сражении вот нам надо выбивать Микеланджело, пока он не прокачал уклонение. Если прокачает уклонение, будет очень трудно победить этого врага, этот состав. Вот удалось снять часть жизни Карай Микеланджело из мультика. Отлично. Тем временем Супер Шреддер активирует свое сердце. И благодаря Мутагену у нас прокачивается исцеление на три хода плюс дополнительная защита. Супер. Ну вот, как видите, вражеский Микки поедает пиццу, восстанавливает свое здоровье, здоровье вражеского отряда, но мы продолжаем его выбивать. И Раф Космический пытается его поджарить при помощи бластера. Мощный выстрел, и что же, и Микки выживает. Хотя постепенный урон его догрызает, но мы не позволим ему выжить. И Донни Вигене метает каменную глыбу, все-таки выбиваем Микки. Супер. Кроме того, давайте-ка поджарим Бакстера Стокмана. У него тоже две массовые атаки, очень неприятный враг есть. Итак, здоровье Бакстера Стокмана в красной зоне осталось нанести только добивающий удар. Ну, возможно, он сам погибнет, постепенный урон его, вот, все-таки уничтожит. Ну, а пока враги атакуют, и кофейная машина Донни Классического нанесла нам постепенный урон. И да, вот, видите, все-таки постепенный урон догрыз вражеского Бакстера Стокмана. Ну, а нам осталось только, вот, добить Бибопа, Донни и вражеского Сплинтера. Вот, ядовитый порошок нанес мало урона, но, возможно, суперудар Супершедера поставит точку в этом сражении. Ванзая шипы в землю, он наносит колоссальный урон из-под земли. Как видите, у всех врагов появился дебаф, постепенный урон. И при помощи особого удара Крогнарда Раф космически бьет удар лазерным Сай, как лыстом, и Бибоп классический выбит. Дальше Донни из ведения метает молот, вот, и без проблем вшибает классического Донни. Супер. И точку, возможно, уже поставит вот железная голова при помощи ракетной атаки, добивая Сплинтера. Супер. Ну, что ж, просто отличнейший бой, отличнейшая победа, и мы идем с вами дальше. Прорываемся по турнирной лестнице и попадаем на 84-е место. Ну, просто замечательно. Супер. Ну, что ж, друзья, итак, берем следующую команду от наших подписчиков, и это Алексей Щербюк. Алексей попросил, чтобы я взял состав Армагон, Армагон, я так понял. Вот, сделал ошибку, Армагон, но я понял, что это Армагон. Супер Шреддер, отлично. Крэнд классический, замечательно. Вот, состав уже мне нравится, довольно-таки яркие, сильные бойцы. Эпель Кунычи и Карай Змея. Да, супер. Итак, друзья, очень люблю, когда вот под конец видео у нас появляются герои, которые еще не участвовали. Ну, и, конечно же, их способности. Супер. Ну, что ж, давайте-ка сразимся и посмотрим, насколько хороша будет эта команда. Итак, первым делом нам надо выбивать вражеского хиллера, лекаря. Это будет Лео из мультика, и Карай Змея пытается его укусить ядовитым укусом. Ну, как-то так. Что ж, удалось оглушить. Лео пропускает один ход, и Супер Шреддер метает свои кунаи косины, чтобы добить и не дать ему ни едина шанса. Итак, Лео выживает, но у него еще появился один дебаф негативный. Это уменьшение скорости. Враги не сдаются, прокачивают. Да, вот, друзья, кто не знал, положительные и отрицательные эффекты мы можем увидеть в настройках в вкладке информация. Вот там есть зелененькие положительные и красные отрицательные. Ну, а тем временем Армагон наносит супер удар. Кусающий, грызущий. Он грызет, грызет вот так Лео и все-таки выбивает этого противника. Замечательно. Кроме того, усиливает наш отряд Крен Классический. Вот так, вынимая себя из своего же комбинезона, он усиливает атаку нашего отряда. Что ж, теперь, я уверен, это будет победа. Хотя, вот, враг выживает, но ненадолго. Вот, Эй Прил Куновичи использует телекинез, пытаясь выбить Макмена, пока как-то неудачно. Макмен, в свою очередь, вот, ядовитой отрыжкой пытался заплевать Змею Карай. Слэш пытается, вот, задавить Армагона. Ага, снимает броню и даже оглушает на один ход. Ничего себе. Враги прокачали дополнительную защиту. Что ж, пришло время массовых атак. И Змея Карай, вот, ультразвуком кричит, наносит массовый урон, выбивает Макмена. А дальше нам, друзья, осталось только нанести особый удар, либо прокачать доп. защиту. Давайте-ка я не стану рисковать. Пусть Супер Шреддер активирует свое сердце. И благодаря Мутагену у нас прокачается исцеление и доп. защита. Вовремя, вовремя я это прокачал. Микки классический забрасывает нас с Тюрикенами. А точку, возможно, поставит классический Крэнк, просто метнув ядерную бомбу. Итак, посмотрим, сколько она нанесет урона. Взрыв-удар. Враги выживают, но ненадолго. Взметая вверх, Эйпель Кунычи цепными молниями поджаривает врагов. И мы празднуем победу. Что ж, классный состав. Благодарю Алексея Щербак за этот состав. Он мне понравился, а мы идем с вами дальше. И следующий состав от подписчика с ником Крэйзи Ниндзя. И он попросил, чтобы я передал привет. Передаю большущий черепаший привет от нашей герои-черепашки Ниндзи Легенды и от меня лично. А сейчас его состав под названием Двойной Удар. Итак, состав Раф-Видения. Да, вот давайте-ка я подберу противника. Поприкольнее, позабавнее. Либо Голубь Питт, либо Морозная Кошка. Трудно сказать. Да, вот, кстати, есть с Маусерами. Давайте-ка против Кроликов и мы будем сражаться. Итак, нам нужен Раф-Видения. Кстати, люблю Рафа-Видения за его массовые атаки. Мне нужен Бакстер Стокман. Ага, друзья, это герой с двумя массовыми атаками, как я подозреваю. Да, да, друзья, это герой с двумя массовыми атаками. Итак, Армагон. Отлично. Вот удалось восстановить этого героя. Вот, люблю героев с двумя массовыми атаками. Сейчас посмотрим, кого еще подписчик. Это Слэш и Кожеголовый. Ага, друзья, вот почему-то у Слэша и Кожеголова нет двух массовых атак. Мне показалось, что подписчик именно этих героев выбрал с двумя массовыми атаками. Нет. Вот первые три с двумя массовыми атаками у Кожеголового и Слэша их нет. Тем не менее, состав крут. И сейчас мы его потестируем в сражении. Итак, давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Вот Микеланджело классически прокачивает атаку для всего нашего отряда. А Армагон пытается... Нет, давайте-ка я все-таки выбью вражеского филера в первую очередь. До этого Армагон пытается загрызть голубя Пита своей особой атакой. И так грызет, грызет и выбивает этого противника. Дальше уже космический... Прошу прощения. Раф видение пытается поджарить Бакстера Стокмана. Урон минимален, что уж надо его додавить. И Слэш напрыгивает, давит и выбивает Бакстера Стокмана. Замечательно. Враги не сдаются. Микеланджело классический со скейта пытается запинать нашего Бакстера Стокмана. Ой-ой-ой. Итак, ролики трансформируются в колесо. Наносят мощный удар и снимают половину жизни Бакстера Стокмана. Что ж, надо отвлечь внимание. Поэтому Кожигало использует особую обилку. Он привлекает огонь на себя. А вот наш Бакстер Стокман выпускает ударную волну. Которая выжигает большую часть жизни здоровья уражеского отряда. Тем не менее, враг не сдаётся. Пытается атаковать Кожигалова. Вот у него броня, поэтому урон минимален. Ну а вот точку, надеюсь, поставит Армагон. Просто сбросив на головы врагов огромный метеор. Взрыв, удар. Ничего себе. Двоих удалось расплющить. Вражеский Раф классический выживает. Но ненадолго. Наш Раф ведение огненной атакой. Ого, друзья, я надеялся он уничтожить. Не удалось. Раф выживает. Ага, друзья, у него уклонение. Поэтому удар прошёл мимо. Ещё одна массовая атака слэша, которая проходит мимо. Вот одна надежда Кожигалова. Вращаясь как каток, он бьёт. И опять же удар проходит мимо. Ну я просто в шоке. Друзья, все удары проходят мимо. Возможно, взрывные маусы Рыбак Стеростопмана поставят точку. Да, да, да. Взрывные маусы Рыбак Стеростопмана подрывают Рафа классического. И мы празднуем победу. Просто супер. Ну что ж, друзья. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите отзывы в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.